Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня я хочу рассказать вам об одной из своих любимых писательниц Франсуазе Саган. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Начну с того, что когда топовые блогеры говорят, что Франсуазе пишет женские романы, то во мне поднимается просто волна возмущения, потому что это не так. Видимо, люди, говорящие это, никогда не читали настоящих дамских романов. Я, к счастью или к сожалению, познакомилась с одним из них совершенно случайно. Со мной на втором курсе в комнате общежития, где я жила, пока училась в университете, была девушка, которая очень любила дамские романы. Она читала только их и ничего другого. И один раз я попросила ее дать мне один, чисто из спортивного интереса. Я, конечно же, уже не помню ни кто его написал, ни как он назывался, но помню, что это была очень маленькая книжечка, такая карманная. Она была в розовой обложке, на которой был изображен такой горячий, мускулистый мужчина и красивая девушка, у которой бюст, так сказать, практически выпрыгивал из разреза платья. Это довольно стандартная обложка для дамских романов, но теперь немножко расскажу о сюжете. Сюжет был до невозможности прост и банален. Описывались времена Средневековья, когда везде были замки, рыцари и прекрасные дамы. И вот один из таких рыцарей-разбойников встретил со своим отрядом в лесу, заметьте, уже в лесу, двух женщин, одна из которых была служанкой, а вторая была дородной дамой. И вот он похищает эту знатную девушку, привозит ее к себе в свой замок, она там живет, у него в плену, он ее постоянно всячески домогается, и в конце концов у них случается просто великолепная ночь, которая рассказана в мельчайших подробностях. То есть там писательница рассказывала, что, как, где, куда, зачем, почему и все такое прочее. И, конечно же, такое произведение закончилось хорошо, они полюбили друг друга, рыцарь на ней женился, и у них родился наследник. И вот это настоящий женский роман, а Франсуаза Саган такого не пишет. И теперь перейдем к творчеству писательницы. Своё знакомство с ней я начала совершенно случайно. Я как-то зашла в книжный магазин много лет назад и увидела вот эти вот прекрасные, белые, красивые книги на одной из полок. Они стояли в первом ряду. Я начала брать одну за другой, читала к ним аннотации и, в принципе, уже подумывала купить. И наткнулась в какой-то момент на её книгу «Здравствуй, грусть!» в аннотации, в которой было написано, что это её самый первый роман, который она написала, если я не ошибаюсь, в 19-летнем возрасте. Да, так и есть. Я решила, почему бы не начать с него. Купила, и это было второе произведение в моей жизни, которое меня шокировало. Наверное, сейчас многие, кто читал, его скажут, что да ладно, что там такого шокирующего. Но здесь нужно учесть то, что мне тогда было 18 лет, и я совсем не знала ни жизни, ни мира. А эта книга буквально распахнула передо мной какую-то грань наших жизней. Как видите, после этого я купила довольно много её книг. И что мне всегда в ней нравилось, так это то, что она описывает жизнь такой, как она есть. И неважно, когда происходят эти события. В позапрошлом столетии, в прошлом, в нынешнем, в будущем люди, они не меняются. И, как писал Булгаков, только квартирные вопросы впортят. А так человечество остаётся точно таким же. Персонажи Франсуаза Саган всегда очень живые, всегда очень достоверные. Когда вы читаете книгу, то вы живёте ей, вы находитесь среди этих людей, описываемых там. Вы чувствуете их боль, их страсть, их печаль, их радость так же, как чувствовали бы вы сами, попадя в эти обстоятельства. Самое интересное для меня в книгах Франсуаза Саган это то, что когда вы их читаете, то это лёгкое, незамысловатое чтение. Но когда вы доходите до конца книги, то вы понимаете, что произведение заставляет вас думать о нём. Что вы раз за разом проходите по жизни персонажей, обдумываете их поступки, их действия. И в результате получается, что это далеко не самое незамысловатое чтение, которое вы могли бы себе представить. Из всех книг, что я на данный момент прочитала, больше всего мне нравятся две. Это «Здравствуй, грусть» и «Немного солнца в холодной воде». Причём по последней книге, я даже смотрела фильм, могу сказать, что он вполне хорош, так как снят близко к сюжету. И режиссёр, слава богу, никак не изменил его концовку, и в ней остался весь драматизм книги. Менее всего у Франсуаза Сагана мне нравятся пьесы. По моему сугубо личному мнению, это не её конёк. Это не означает, что они плохие, просто они меня не вдохновили в её исполнении. Я прочитала практически все произведения Франсуаза Саган. Почему практически? Потому что я покупала все эти книги, читала их за довольно короткий промежуток времени. И в какой-то момент со мной случилась самая настоящая подстава. Я присытилась творчеством этой писательницы. И вот уже довольно большое количество времени я не покупаю и не читаю её новые книги, так как мне просто не хочется. И надеюсь, что всё-таки придёт какой-то момент, когда мне снова захочется получить наслаждение от её произведений. И на этом всё. Надеюсь, что вам понравилось такого рода видео. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите мне их в комментариях или в личные сообщения. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok